Региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области, вступивший в силу 15 июня 2011 года, в Ленинском районе реализуется следующим образом. На момент выхода данного закона на учет в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков стало 286 семей. 35 из них уже были предоставлены земельные участки на территории района. Осталось 253 семьи. Данный список постоянно пополняется. Люди подают заявление. Не всех можно поставить на учет, потому что есть ограничения. Кто-то менее 5 лет зарегистрирован на территории Московской области. У кого-то есть уже земельные участки больше 6 соток. Согласно правовому документу, участки могут получить семьи, имеющие трех и более детей, не достигших совершеннолетия. В льготную категорию не входят жители, которые прописаны в районе менее 5 лет и уже имеют земельные участки или дома в собственности. Наличие зарегистрированного брака между отцом и матерью детей, если на участок не претендует ни мать-одиночка. Для матерей такой категории это условие не является обязательным. Дополнительные критерии и условия могут быть установлены властями регионов. По закону Московской области, земельные участки для граждан, принадлежащихся многодетным, должны быть предоставлены на территории Московской области. То есть в Ленинском районе они не могут требовать, а в Московской области могут. И мы поэтому ищем земельные участки в связи с тем, что у нас на территории свободных, размежеванных земельных участков нет. Мы ищем земельные участки по нашему направлению. Стандартный пакет включает в себя следующие документы. Копии свидетельств о рождении детей, решение судов об усыновлении, копия свидетельства о заключении брака, копии паспортов родителей или матери-одиночки, справка о составе семьи. Документ из органов опеки и попечительства об отсутствии дел о лишении родительских прав лиц, претендующих на получение земли. В Шатурском муниципальном районе просто желающих не очень много. Так, конечно же, если бы они подали документы, уже там в течение двух месяцев могли быть доставлены. По Коломенскому району, я думаю, что где-то к ноябрю, к декабрю у нас уже будут сформированы участки, мы можем предоставлять. На небольшом удалении находятся объекты социальной инструктуры и больницы, и другие учреждения социальной сферы. И сейчас также при поиске земельных участков мы, конечно, уделим особое внимание дорожной инфраструктуре, возможности подключения к электричеству, к газу, но и также объектам социальной инфраструктуры, ну и, естественно, транспортным вопросом. При предоставлении земельных участков многодетным семьям в соответствии с настоящим законом расходы, возникающие в связи с их приобретением, проведением кадастровых работ, подготовкой документации по планировке территории, а также по их обеспечению необходимыми инженерными сетями, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и бюджета Московской области. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.